Стук колёс нарастал. Поезд медленно набирал скорость, слегка покачиваясь и отдаляясь от вокзала. «Едем, Миха, едем! Домой едем! Эх, держите меня, девки, а то женюсь! Борька, ты же женат!» «Женат, женат! Это я так, куражусь! От радости крышу сносит! Хорошее бабло везу!» Борис сел на полку, показал мозолистые руки. «Вот этими руками заработал. Полгода на севере мёрз. Ты кому рассказываешь, а то я не мёрз!» Михаил, верный товарищ, уперся спиной в стенку, мечтательно закинул руки за голову. «Жене и дочке подарки куплю в Москве, а потом домой в Самару. Хорошо всё-таки, что поехали. Такое время редко зарплату вовремя платят. А тут всё и сразу». «Это верно! Нехило мы заработали!» Дверь купе открылась. Мужчина средних лет, аккуратно подстриженный в чёрном кожаном пиджаке, поздоровавшись, предложил. «Может, скрасим время в дороге, а? Карты сыграем?» «Не играем!» – сразу ответил Михаил. «А вы попробуйте! Игра безобидная! Это чтобы скучно не было!» «Ну а что, пойдём!» – предложил Борис товарищу. «Я не любитель, ты же знаешь. На севере с мужиками никогда не играл, хоть и звали. Да и тебе не советую, Борька. По-дружески говорю». Михаил и Борис оба из Самары. Подружились на севере, куда заставила поехать непростая жизнь девяностых. «Да чего такого?» Борис поднялся. «Пойду сыграю разок. Ты, если хочешь, подходи». Дверь закрылась. Михаил остался один, пожалев, что не отговорил друга. Одному стало скучно. С Борисом он познакомился на севере. Одной бригаде работали. Сдружились, потому что земляки почти одного возраста. У обоих семьи есть желание заработать. Оба непьющие. Только Борис, в отличие от Михаила, был любителем игральных карт. Порой за уши не оттянешь, дай поиграть с мужиками. Михаил уснул, убаюканный под стук колёс. Сказывалась усталость после перелёта и ожидания поезда. Проснулся от тишины. Состав стоял на какой-то станции. Свет с перона освещал купе. Было уже далеко за полночь. Михаил увидел, как вошёл Борис. Мрачной тенью упал на полку. За время пути к ним никого не подсадили. «Борька, ты чего?» – шёпотом спросил Михаил. Он пытался что-то сказать. Губы дрожали. Наконец, произнёс страшные для него слова. «Всё забрали шулера столичные, подчистую. Не знал я Миха, что на деньги попаду». «Ты что, Борька? Как так?» «А вот так. Всё забрали». Михаил поднялся. Стал натягивать свитер. «Боря, давай в милицию пока станция». «Да какая милиция?» Они сошли уже. Меня чуть на перроне посадили. «Это вот этот, который в кожаном пиджаке?» «Это так, мелкая сошка. Интеллигентный прикид для таких лохов, как я». Борис опустил голову, обхватив руками. Послышались схлипывания. «Как домой без денег ехать? Полгода мёрз, горбатился и всё. Ничего нет». «Миха, мне теперь только с поезда сигануть и дело с концом». «Борька, друг, ты эти мысли выкини с головы. Дурак ты, конечно, что пошёл играть. Да и я хорош, не отговорил тебя». Михаил расстроился не меньше Бориса, ругая себя за то, что не удержал друга от опрометчивого поступка. «Ты ложись спать, а утром будем думать, что делать». «Да какой тут сон? Разве уснёшь?» Борис бросил подушку и свалился на неё, уложив свою легкомысленную голову. Утром встал рано. Оба долго молчали, глядя в окно. «Надо было ночью спрыгнуть на ходу, не мучился бы». Пробормотал Борис. «Из-за денег, что ли? Это ты брось, Боря. Я тоже не спал. Хочешь верь, хочешь нет, тебя караулил. Боялся, что сделаешь с собой что-нибудь». Михаил встал, поднял полку, достал спортивную сумку чёрного цвета, расстегнул её, вытащил вещи, лежащие сверху. «Мы с тобой, Боря, вместе мёрзли, вместе щихлебали. Земляки мы с тобой, друзья. Так? Так, только к чему ты?» Михаил достал скреплённые пачки, пересчитал, потом отделил половину, сгрёб их и переложил на полку Борису. «Твои деньги не вернёшь. Ты радуйся, что жив остался. А мои деньги, вот они. Разделим пополам». Борис опешил от предложения. Что угодно, но этого не ожидал. «Я не могу. Это твои деньги. Я тебе на время даю, на бессрочное. Отдашь, как сможешь. Закончатся же когда-то эти дурные времена. А выручать надо. Как же домой без денег ехать? Да я тоже виноват. Не удержал тебя». Борис молчал, глядя на купюры, собранные в пачки. «Бери. Должны же друзья выручать. У тебя семья. Без денег нельзя возвращаться». «Миха, ты... ты...» «Спасибо огромное. Может, это и есть выход? Я отдам. Я всё отдам. Только не сразу, позже». «Не переживай. Отдашь, как сможешь». «А как же ты? Дома что скажешь?» «Так и скажу. Жена поймёт. Она у меня хорошая». Михаил улыбнулся. «Дочка славная. В третий класс в этом году пойдёт. В Москве подарки им куплю». Удручённое состояние Бориса вскоре прошло. К обеду он оклемался после карточного удара. Купе к ним подсадили молодую пару, расстроившихся, что не достались дешёвые билеты в плацкарте. «Нам ехать-то несколько часов всего. В десять вечера наша станция». К ночи Борис и Михаил снова остались одни. «Закрывай, Боря, дверь, чтобы наверняка никакие шулеры не ломились. И давай спать ложиться». Они ещё поговорили минут десять. Потом каждый отвернулся к стенке и вскоре оба засопели. Проснулся Михаил рано утром, почувствовав лёгкий холодок внутри. На противоположной полке никого не было. Постель была собрана. Вещей Бориса тоже не было. Он сначала не понял, подумал, куда-то вышел. Но прошло минут пять, а Бориса не было. Михаил вышел, огляделся по сторонам. Подошёл к проводнице. «Кого? Попутчика?» «Так вышел он. Ещё не рассвело, как вышел». Михаил в полной растерянности вернулся в купе. Машинально поднял полку. Сумки не было. И только тогда вспомнил, что по беспечности забыл положить её в рундук. Бросил на полку в ноги, прикрыв курткой. Сумка была на месте, но оказалась открытой. Он решил проверить её. Скорей по какой-то ещё неясной ему подсказке, ещё не допуская мысли о пропаже. Вещи были на месте, а денег? Денег не было. Под прошиб Михаила. Он встал, вытряхнул всё, что лежало в сумке. Денег не было. Сидел минут пять, не зная, что предпринять, и не желая верить в очевидное. Ему казалось, Борис вышел раньше по каким-то только ему ведомым причинам, а деньги, видно, украл кто-то другой. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Он снова вернулся к проводнику, выспросив, когда именно сошёл с поезда товарищ, и не заглядывал ли кто к нему в купе. Да откуда же я могу знать, кто к вам заглядывал? Одно скажу точно. Как вышел ваш попутчик, пассажиров больше не было. Да у нас в вагоне вообще пассажиров мало. Спали все. Никакого хождения не было. Михаил вернулся на место и принял свершившееся как очевидный факт. Подавленный происшедшим стал проверять карманы куртки. Паспорт оказался на месте, но бумажника не было. Даже мелочи не оказалось, хотя перед отъездом подзвякивало в кармане. Теперь он с ужасом осознал, что даже карманных денег нет. Он вспомнил молодую пару, но когда они вышли, сумка была на месте, да и деньги тоже. Он это помнил хорошо, потому что доставал футболку. Да что же это? Неужели это со мной? Он готов был выть. Разметать все это купе, лишь бы нашлись деньги. Но понимал, что не вернуть даже рубля. Как так, Борька, как ты мог? Ему хотелось в этот момент схватить Бориса за грудки и трясти его, пока не посыплются ворованные деньги. Я же дал тебе денег. Зачем мои-то, зачем? Как теперь домой ехать? Взлохмаченный, с кругами под глазами, Михаил вышел на перрон. Иногда останавливался и пытался найти в кармане завалявшиеся копейки на автобус. На остановке встал у киоска. Его взгляд поймал шоколадку. Рука машинально потянулась к карману. Он всегда покупал дочке шоколад. Тут же отдернул руку, вспомнив, что купить подарок не на что. Но самое главное, до Самары ему ехать не на что. Мужик, тебе ехать надо! Окликнул таксист. Надо, только у меня денег нет. Трудник, однако. Таксист отошел. Слушай, друг, меня обокрали в поезде. Мне до Самары надо, а я никого здесь не знаю. И что делать, тоже не знаю. Я не прошу денег. Просто подскажи, как заработать. Домой надо. Дочка у меня, жена. Почему-то он ухватился за этого таксиста, как за спасательный круг. Тот окинул Михаила взглядом. А ты на рынок иди. Кому поднести, кому унести, глядишь и заработаешь. Понял, спасибо. Михаил побрел, опустив плечи, постарев за последние пару часов. Только к вечеру он смог выпить чая и съесть пирог с капустой на вырученные деньги. Чтобы переночевать, прибился к двум мужикам, обитавшим в подвале заброшенного дома. Так он работал три дня, почти без перерыва. Дисциплинированного носильщика заметили торговцы и подзывали всё чаще. Через три дня Михаил купил билет и добрался до Самары. На остаток денег купил дочке шоколадку. Было раннее утро, когда подошёл к дому. Остановился, почувствовал ком в горле. Стал медленно подниматься на четвёртый этаж. «Галя, это я!» Охрипшим голосом сказал он. «Миша!» Женщина бросилась к нему на шею. «А я почти неделю уже жду. Беспокоюсь, давно ведь должен приехать. Хотела уже в милицию идти». «Здравствуй, Галя!» Он обнял её, целуя родное лицо. «А где Оля?» «Спит, наверное». Послышалось шлёпанье босых ног. Папа приехал. Девочка кинулась к отцу, ещё толком не проснувшись. С Галей он долго сидел на кухне. «Теперь ты всё знаешь. До сих пор не могу поверить и простить себе. Как же я вас подвёл?» «Миша, надо в милицию заявить. Ты же фамилию его знаешь». «Надо, Галя, надо, так и сделаю. Пусть найду до этого гада. Я же ему от чистого сердца хотел помочь. А он меня так. Ну как после этого верить людям? А главное, жить как дальше. Этих денег нам хватило бы на первое время. И на продукты было бы, и Олю в школу собрать. Да и машину другую купить, если старую продать. Господи, какой же я дурак!» «Миша, Миша, и как же ты не разглядел его?» «Да вот и не разглядишь. Видно, заклинило его, когда все мои деньги увидел. Больше захотелось. А на что надеялся? Ведь заявлю на него. Найдут. Пусть столько деньги вернёт гад». «Миша, приди в себя. Всё хорошо будет». «Хорошо-то хорошо, но как дальше жить? Тебе в садике зарплату задерживают, а у меня вообще работы нет. Машину хотел купить. Это совсем разваливается». «Миша, ты знаешь, я тут на днях думала ещё до твоего приезда. Может, мне на вещевой рынок пойти работать? Там нанимают продавцов. Говорят, платят стабильно каждый месяц. А некоторые даже еженедельно заработок отдают». «Нет, Галка, это крайняя мера. Не хочу тебя на рынок отпускать. Найду я работу. Да вон хоть насильщиком пойду. Выживем». «Я тебя возьму на работу, но зарплата не раньше, чем через месяц. И без аванса. Мне надо посмотреть, как справляться будешь». Хозяин СТО пытливо разглядывал Михаила, согласившись принять. «Ну, хотя бы через две недели. Ну, очень нужны деньги». «Нет, не могу. Лишних денег нет, а выручка идёт на материалы». Михаил не стал больше просить и решил найти другую работу. В технике он разбирался хорошо. Отцовскую машину много лет содержал в порядке. Всегда на ходу была, пока уже от старости сыпаться не начала. Ещё одно СТО попалось на пути домой, когда шёл уже уставший от поисков и разочарованный. «Что умеешь делать?» Спросил хозяин, мужчина лет сорока пяти. Невысокий, с пухлыми щёками, с животом похожим на шар. Автослесарь я. На севере механиком работал. «Ну, добро», – кивнул хозяин. «Рукастый вроде. Деньги, говоришь, срочно нужны». «Да». «А на севере что, не заплатили?» «Заплатили, но денег уже нет». «А что так?» «Долго рассказывать». «Ладно, завтра выходи. Буду платить каждую неделю». Михаил пришёл домой окрылённый. «Голчонок, завтра на работу выхожу. Платят еженедельно. А ещё я в милиции был». «Что там сказали?» «Заявление оставил?» «Оставил, да толку похоже ноль. Сказали, свидетелей нет». «Что?» «Да кто же деньги при свидетелях ворует?» «Вот и я говорю. Всё равно сказали. У них там серьёзных дел полно. А тут я со своими деньгами. Да и фамилия, говорят, слишком распространённая. В общем, зайду через неделю, узнаю, есть ли известия». «Ладно, одно радует. На работу выходишь». Через неделю Михаил снова зашёл в милицию. Узнал, что известий о Борисе нет. Адрес известен, но он там не живёт. «Ну дайте хотя бы адрес», – попросил он. Тот же день пошёл по этому адресу. Поднялся на лифте на седьмой этаж. Ему казалось, что в милиции что-то напутали, что не может быть, чтобы Бориса там не было. Дверь открыла женщина в домашнем цветном халатике и в косынке с тряпкой в руках. «Кого?» «Бориса?» «Вы тоже из милиции?» «А то уже спрашивали его». «Вот только если бы я знала». Она заплакала. «Ни денег, ни его самого уже полгода не вижу. Одна детей кормлю». Из комнаты вышла девочка лет десяти и мальчик лет семи. «Вы от папы?» Звонким голосом спросил мальчик. «Юрка, марш в комнату». Она увела мальчика, а он всё равно пошёл следом и выглядывал с любопытством. «Нет, я не из милиции», – сказал Михаил. «Просто знакомый с вашим мужем. Как вас зовут?» «Наталья». Не появлялся он. На развод я подаю. На алименты. Жить-то надо на что-то. «Понятно. Ну а как же дети? Неужели не заходил проведать?» «Да на кой ему дети, если он другую завёл?» «Я это уже давно поняла». «Так после севера он вообще не заезжал?» «Нет, конечно. И денег ни копейки не прислал». «Ну а где он может быть? Может, знаете?» «Да откуда же мне знать? Уж извините, адрес не оставил». Женщина сняла косынку. Уголком вытерла глаза. Проговорился как-то про Тольятти. Вот думаю, там у него женщина есть. И ещё киоск свой на рынке всё хотел открыть. Разбогатеть мечтал. «Ладно, извините». «А что приходили-то? Зачем вам, Борис?» «Да так, проведать хотел». Михаил вышел под впечатлением от увиденного. И всю дорогу вспоминал глаза детей Бориса, ждущих папу. Две недели хозяин СТО платил стабильно. Пятницу Михаил должен был получить заработанные деньги. Но с утра нагрянули гости. Кто-то из работников шепнул. «Это из налоговой». Минут через пятнадцать гости уехали. Хозяин вышел бледный, осунувшийся. Молча наблюдал за работой, потом подошёл к Михаилу. «Такие дела, что придётся кого-то сократить. Раз ты недавно работаешь, значит тебя». «Но как так? Разве я плохо работаю?» «Хорошо работаешь, но платить нечем. Проблема с налогами. До конца дня можешь доработать. Заплачу за эту неделю». Настроение у Михаила пропало. Трудился он теперь скорее машинально, думая, как найти новую работу. «Мужики, колесо пробило. Помогите!» Удащавый, темноволосый мужчина зашёл в мастерскую. «Серёга, ты что ли?» Михаил узнал однокурсника, с которым учился в техникуме. «Мишка, здорово! Вот так встреча. Может, возьмёшься помочь? Как раз рядом с вашей СТО колесо пробило». «О чём речь? Конечно, пойдём гляну». Михаил работал охотно. Встреча с однокурсником отвлекла от тяжёлых мыслей. «Ну вот, готово. Принимай аппарат, Серёга. Теперь буду знать, к кому обращаться». Сергей явно был доволен встречей. «Да я сегодня последний день здесь», – вытирая руки, признался Михаил. «А что так, не устраивает?» «Рассказывать долго». «А ты расскажи, мне каждый день однокурсника встречаю. Давай отойдём, если есть время». Вышли на улицу, присели на скамейку под деревом. Михаил рассказал свою невесёлую историю с пропажей денег. «Да, ситуация. Зря ты свои деньги предложил. У таких только аппетит ещё больше просыпается. Говоришь, жена сказала, что в Тольятти может находиться?» «Не точно». «Давай сделаем так. Вижу, в деньгах сильно нуждаешься. Могу занять на первое время. Ты скажи только сколько». «Нет, Серёга, не возьму. Выкручусь». «Как хочешь, но имей в виду. Если надо, обращайся. Это первое». «Второе. Насчёт работы. Слышал, у нас в гараже механик требуется. Пойди в понедельник с документами. Не факт, что возьмут, но вполне возможно. Ну и третье. Завтра предлагаю съездить в Тольятти и пройти по рынку. Поспрашивать. Если этот Борис открыл точку, то народ явно знает. Да те же конкуренты скажут». Михаил замотал головой от потока информации. «Серёга, спасибо, не ожидал. Вообще не знал, что ты в милиции работаешь. Так я капитан уже. Да ну, а я всё Серёга да Серёга. Так тебе по батюшке. Иванович, да это не обязательно. Молодец, Сергей Иванович. Хотя, наверное, и вам тяжело. Времена для всех одинаковые». «Это точно. Бывает трудно. Особенно, когда ловишь преступника. Жизнью рискуешь. Схватишь, сдашь. А на другой день за него выкуп приносят. Руки опускаются. Но ничего, сейчас уже налаживается. Хотя бы по зарплате стали замечать. Выплачивают вовремя. Так что узнай насчёт места в гараже». «Спасибо, Серёга. Никогда не знаешь, откуда помощь придёт». «Да я ещё ничем не помог. Но твоего северного товарища наказать надо. Поедем на моей машине сразу с утра. У меня завтра выходной». Они уже полдня ходили по рынку, в надежде, что Борис каким-то чудом попадётся на глаза. «Эх, наверное, и напутала жена Бориса. Нет его в Тольятти». Разочарованно сказал Михаил. «Только зря тебя оторвал от законного отдыха». «Ты погоди, я тут узнал, новые киоски сдают в аренду. Давай проедем». Киоск Бориса они нашли сразу. Как говорится, с земля слухами полнится. Молодая девица в короткой юбочке раскладывала вещи. Она подозрительно посмотрела на двух мужчин в гражданском. «Вы кто будете ему?» Спросил Михаил. «Но, допустим, жена». «Ещё одна жена». «С бывшей он разведётся. И вообще, не ваше дело». «Наше это дело». Сергей показал удостоверение. «Надо уточнить, законный ли у вас бизнес». Женщина покраснела. На лице появился испуг. «Он скоро подойдёт. Товар должен подвезти». Борис не заметил поджидавших его гостей. Михаил подошёл, когда тот уже скрылся за дверью киоска. «Здорово, Борька». Слова Михаила раздались, как гром среди ясного неба. «Миха, ты... а ты как тут?» «Да вот заехал попрощаться. Друг же ты мне всё-таки. А то как-то неожиданно сошёл с поезда, прихватив мои деньги». «Анжелика, выйди. Нам поговорить надо». Приказал хозяин киоска. Девушка выскользнула за дверь. Губы Бориса затряслись, как в прошлый раз. «Заметь, ты сам дал мне эти деньги. Ты сам вспомни. Я дал тебе часть денег. А остальные ты взял без спроса. Присвоил себе весь мой заработок». «А ты докажи!» Борис перешёл на крик. «Докажи!» «Докажем!» В дверях появился Сергей и показал удостоверение. «Заявление на тебя поступило». Борис медленно опустился на стул. «Ну чего сразу заявление?» «Разобраться надо». «Ты сначала деньги мои верни. Все деньги. А потом будем разбираться, что с тобой дальше делать. Забирать мне заявление или нет?» Сказал Михаил. «Товарищ!» Он обратился к Сергею. «А можно нам наедине переговорить?» Борис указал на Михаила. «Ну, попробуй». «Слушай, Миша!» Борис поднялся. Руки тряслись. Не знаю, что на меня нашло. В голове туман был. Не хотел я эти деньги брать. Но тут такой случай. С Анжеликой у нас давно. Хотел всё с чистого листа начать. С чистого листа? Поэтому замарался. Я всё это время думал, как вернуть тебе деньги. Я бы вернул, Миша. Клянусь, вернул бы. Ты подожди. Заработаю. Всё отдам. Только заявление забери». «Вот что, Боря. То, что ты друга изображать умеешь, это я уже понял. И то, что ты наглец и вор, это и так ясно. Так что брось эти пустые обещания. Тебя спасёт только немедленный возврат украденных денег. И те, что я тебе взаймы дал, тоже вернёшь. Сегодня же». «Миха, у меня нет сейчас». «Какой я тебе Миха? Для тебя, Михаил Александрович. Деньги у тебя есть. А если не будет хватать, иди занимай, собирай. Но мне полностью сумму сегодня же». «Или поехали в милицию, потому как вора мы нашли». Борис снова присел. Обхватил голову руками, точно так же, как в поезде. Начал всклипывать. «В угол меня загоняешь. За горло берёшь». «Хватит хныкать. Пора рассчитываться». После обеда Борис с Михаилом и Сергеем поехали в банк. Часть отдал наличными сразу ещё в киоске, а большую часть снял в банке. «Ты меня разоряешь», – сказал он Михаилу. «Ничего. Думать надо было, прежде чем за карты в поезде садиться, а потом в чужой карман влезать». Михаил убрал деньги в сумку. Остановился уже у машины и сказал бывшему другу. «Знаешь, что меня больше всего подкосило в той ситуации? То, что ты даже мелочи с карманом выгреб. Мне домой не на что было ехать. Даже дочке подарка не купил, потому что ты обокрал меня до нитки». «Прости, я потом понял, что поступил подло». «И ещё, знай. Заявление я забираю не потому, что ты вернул деньги, а потому, чтобы заставить тебя алименты на своих же детей платить. Твое у тебя, так что работай, Боря, работай. Работай и детей содержи. Бегать не советую», – сказал Сергей, дополнив слова Михаила. «Так я и не отказываюсь. Буду платить, буду». «Вот-вот, плати. А то твоя Анжела думает, что ты ей без обязательств достался». Михаил сел в машину, не взглянув на Бориса. «Как думаешь, не сбежит от алиментов?» – спросил он Сергея. «Думаю, нет. Трус он по природе. Когда к нему с добром наглеет. Когда жареным запахло, сразу покладистым становится. Как узнал, что заявление на него, так деньги сразу нашлись». В понедельник у Михаила приняли документы, а в среду он уже вышел на работу. С Сергеем виделись не каждый день, но при встрече дружески здоровались. Михаил никак не мог привыкнуть к тому, что деньги удалось вернуть. Больше всего удивлялся Сергею, ведь он зарёкся помогать людям вообще когда-либо. И вдруг Сергей, с которым и друзьями-то не были, были просто однокурсниками и играли в одной команде, а он без раздумий предложил помощь. После первого рабочего дня, Михаил решил сделать ещё одно дело. Он поехал по знакомому адресу, предварительно зашёл в магазин, купил сладости детям. Дверь открыла Наталья, следом выскочил Юрка. «Здравствуйте, вот решил заехать ещё раз». «А Бориса так и нет, не надейтесь его застать», сказала женщина. «Я знаю, что его здесь нет». Он подал пакет. «Вот, возьмите это детям». «Что вы, зачем?» «У меня нет лишних денег, чтобы с вами расплатиться». «Не надо денег, это просто гостинца ребятишкам». Юрка подошёл ближе, заглянул в глаза Михаилу, и тот увидел искренний взгляд мальчика, которому достались отцовские глаза, глаза Бориса. Только в отличие от отца, Юркины глаза были полны чистоты и неподдельной радости. «Дядя, вы папин друг?» Решил Юрка, увидев подарки. Михаил растерялся от вопроса, ответил не сразу. «Друг». «Я знал, я знал!» Мальчик подпрыгнул на месте, а Михаил направился к двери. Наталья пошла проводить. Как только дверь закрылась за ним, он услышал восторженный Юркин голос. «Хороший у папы друг, правда, мама?» Михаил не слышал ответа Натальи. Да, в общем-то, ему это уже было не важно. Он торопился домой. Они легли спать, обрадованные тем, что у Михаила новая стабильная работа, что теперь в семье есть деньги, что наконец-то они смогут родить второго ребенка. «Правильно, Миша, что к ней заехал. Детям подарки оставил. Дети, они ведь не виноваты. А я ведь думал, вообще никому верить не буду. А встретил Серегу, и он вселил в меня эту веру, что ли. А Борькины дети, да, ты права, ни в чем не виноваты. Главное, чтобы выросли хорошими людьми». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова